Юрий Трутнев и Рашид Тимрезов осмотрели готовящийся к открытию самый крупный стадион в Карачаево-Черкесии Нарты спортивный комплекс юбилейный, а также посетили выставку декоративно-прикладного искусства Мадина Каракетова далее. Заместителя председателя правительства России Юрия Трутнева и главу Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова показательными выступлениями встретили юные легкоатлеты. Легкие, стремительные, как стрелы охотника, юноши и девушки за секунды преодолевают заданные расстояния, удивляя своей быстротой. Они первые оценили новое покрытие беговых дорожек обновленного стадиона «Нарт». Рашид Тимрезов, заявлый футболист в юности, поделился с федеральным гостем своими воспоминаниями о тренировках на этом же самом стадионе в годы его детства и юношества. Мы, прежде чем начать тренироваться по футболу, мы час опилками посыпали в поле перед каждой тренировкой. Это только потом, национальный день. Рашид Тимрезов не понаслышке знаком с неудобствами, вызванными отсутствием нормальных условий для занятия любимым видом спорта. И, возможно, поэтому республика приняла в свое время решение участвовать в федеральной целевой программе развития физкультуры и спорта в России при софинансировании ее из бюджета Карачаева-Черкесии. На сегодня стадион значительно преобразился. За все время эксплуатации стадиона Нарта, это более 40 лет, такого масштабного ремонта здесь не проводили. Реконструкция началась в 2017 году, и за эти годы здесь проделана огромная работа, начиная с замены зрительских секторов, беговых дорожек, строительства новых спортивных залов и до создания всех необходимых условий для тренировки футболистов и легкоатлетов. Говорят, что все в соответствии с мировыми стандартами, поэтому на Нарте можно проводить мероприятия любого уровня. Рашид Тимрезов и Юрий Трутнев осмотрели стадион. Современное футбольное поле вместо опивок, которые когда-то приходилось сыпать будущему главе республики. И его футбольной команде имеет качественное покрытие и новую дренажную систему. Зрительских мест 10 тысяч. Кресла заменили на более красивые и удобные. Стадион в ночное время качественно освещается. Появилась площадка для волейбола и баскетбола. Значительные изменения претерпел и крытый манеж для легкоатлетов. Заслуженный тренер Карачаевой Черкесии по лёгкой атлетике с 30-летним стажем Галина Бурнишова не может нарадоваться. Раньше мы тренировались на этом же стадионе, в этом же манеже, но покрытие было ужасное. Дети получали травмы от покрытия. И на стадионе тоже было ужасное покрытие. Не хватало оборудования, барьеров, прыжковой ямы. Ну, колодок не хватало, которые стоят новые. Но проводили соревнования, как бы было не очень комфортно. Мы настолько рады, что нам сделали вот этот новый манеж, новый стадион, новое беговое покрытие. Полностью укомплектовали стадион оборудования. Галина Бурнишова рада и тому, что желающих заниматься лёгкой атлетикой с обновлением стадиона стало гораздо больше. И они с нетерпением ждут стабилизации ситуации с COVID-19, чтобы возобновить работу и продвигаться к новым спортивным вершинам. Заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев и глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов также осмотрели дворец спорта юбилейный. Директор Ярослав Щекланов ознакомил гостя с инфраструктурой и графиком работы спорткомплекса, а юные бойцы Кокусенкай выступили с показательной программой. Далее гостей пригласили совершить экскурсию в историю народов Карачаевой Черкесии через декоративно-прикладное искусство. Мастера раскрыли Юрию Трутневу древние секреты народных промыслов. На очередное мероприятие, серьёзное совещание по социально-экономическому развитию Карачаевой Черкесии, заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев уехал в отличном настроении, вдохновлённый, увиденный красотой и чуть ближе узнавший горцев. Мадина Каракетова, Рашид Токов, Вести, Карачаева, Черкесия.